Друзья, и снова всем привет! Записывая специальное видео для вас, и в этом видосе хочу рассказать вам, как зарегистрироваться на сайте Почта Россия. Для того, чтобы отслеживать трек вашей посылки или вашего письма через официальный сайт. Все делается легко и просто, сейчас я вам объясню. Ну а перед тем, как рассказать, подпишитесь, пожалуйста, на мой видеоканал. Если возникают вопросы, пишем комментарии под видеороликом, либо в личные сообщения в мою группу ВКонтакте. Итак, поехали! Значит, с этой ситуацией я сталкивалась впервые в жизни, я никогда не отслеживал посылки, да, мне в принципе это не нужно было. Но сейчас мне пришлось зарегистрироваться на сайте Почты России, для того, чтобы отслеживать. Сейчас можно, ну это очень удобный способ, в общем, вы можете сидя дома наблюдать, как перемещается ваша посылка или письмо, или какая-то другая отправка ваша. Значит, смотрите, отследить, отследить можно двумя способами. Первый способ это без регистрации, без регистрации, вот здесь вот есть вот поисковая форма, куда вы вводите трек номер, который у вас на чеке, который вам выдала почта России. Этот трек номер вы вводите сюда, нажимаете кнопку поиск и ваш трек, ну то есть вам показывается информация по поводу перемещения вашей посылки или письма. Вот, но бывает и такое, что трек не определяется какое-то время, то есть ваша посылка или письмо переходит из какого-то промежуточного пункта из одного в другой, и он временно еще не зарегистрированный. И для того, чтобы получить оповещение о том, что ваша посылка или письмо уже отображается на сайте, то есть отбивается этот трек номер, вам нужно зарегистрироваться. Значит, регистрация здесь я смотрю для разных стран, но мы сейчас возьмем территорию России, вот он код страны, плюс 7 мобильного номера. Дальше вы вводите вот здесь вот свой мобильный номер телефона. После вводите электронную почту, которая у вас есть там, и придумываете пароль для входа на сайт. После, что будет происходить? Не знаю, зачем эти заморочки здесь, но мне бы хватило, допустим, просто подтверждения почты. Но тут два подтверждения. Первое письмо приходит, значит, в первую очередь, первое письмо приходит, точнее сообщение, смс-сообщение приходит на ваш телефон, да, вы получаете код, вот он код, как вы видите в смске. Этот код вы вводите на сайте. После этого, когда вы код ввели, вам еще придет письмо на вашу электронную почту, но с другим уже кодом. И второй код нужно будет ввести на сайте. Вот. Значит, тем самым вы пройдете регистрацию. Когда регистрацию вы уже прошли, да, сейчас покажу вам, что будет следующее. Значит, потом вы вводите свой трек номер на сайте, ссылку на который я оставлю в описании под видео, на вот этот сайт, на эту страницу, где отслеживать. Вводите трек номер, и вот как вы видите, смотрите, у меня еще трек номер. Трек не отбился, то есть, у меня сейчас письмо находится в промежуточном каком-то пункте. И вот что здесь написано. Информация о подправлении временно недоступна. Зарегистрируйтесь, чтобы получить уведомление, когда она появится. То есть, я прошел регистрацию, значит, когда трек номер отобразится на сайте почта России, то есть, когда уже там приемщики писем эти письма просканируют, да, эти трек номера занесут в базу данных в почте России, мне придет на почту письмо о том, что ваше направление уже отображается. Там, вы можете его спокойно отследить, посмотреть, в каком городе находится ваше письмо. Вот. И когда, значит, ваше письмо или посылочка придет на ваше отделение почты России, вам поступит опять же уведомление о том, что вы можете прийти в такое-то, такое-то отделение и забрать вашу посылку. Вот. В принципе, это очень удобная штука, поэтому я советую вам пройти регистрацию для того, чтобы получать оповещение на вашу почту, чтобы не ежедневно там, да, заходить, отслеживать ваш трек номер. Вы просто раз отследили его и потом вы будете получать на свою почту уведомления о дальнейших передвижениях вашей посылочки. Все, ребята. Вот такой вот видос. И не переключайтесь, не переключайтесь. Заходите, подписывайтесь на мой канал, на вот этот вот, да, этот здесь компьютерная тематика. Посмотрите, какие тут темы мы обсуждаем. Значит, мне пишут комментарии мои подписчики. Вот, допустим, вот недавно, буквально сегодня мне написали комментарии, где достать прошивку для Т2 приставки Harper. Вот я предоставил свой видеоответ. Некоторые пользователи, допустим, пишут мне, вот задали вопрос, в телефоне включается музыка сама по себе. Почему это происходит? Я с таким впервые сталкиваюсь. И буквально вот, после вот этого сообщения мне задали еще вопрос. В телефоне включается режим полета сам по себе. А вот человек написал, что у него в ноутбуке Lenovo Yoga мигает экран. Дальше. Вот мне люди задали вопрос, как убрать отчет о прочтении в WhatsApp. Как убрать отчет о прочтении в Viber. Почему пищит компьютер при включении? Почему он издает какие-то странные звуки? Вот у человека была недоступна мобильная сеть. Вот мне описал человек ситуацию, и я предоставил ему общий ответ для всех смартфонов, почему они не ловят сотовую сеть, не принимают сигнал сотовой связи. Вот, к примеру, вопрос задали. Смартфон не видит сим-карту. Что делать? Вот в этом видео я предоставил ответ. Сейчас мошенники рассылают письма, и очень интересные. Каждому на почту, наверное, вы уже это письмо получали. Вот здесь я предоставил свой видеоответ о том, чтобы вы не реагировали на вот эти вот сообщения, на вот эти вот угрозы. А также, если вы хотите в будущем стать YouTube-видеоблогером и зарабатывать через интернет удаленно, сейчас это актуально, потому что, смотрите, прошла первая волна коронавируса, да, и многие люди потеряли свою работу. То есть, предприятия, фирмы позакрывались, люди остались без работы. Вот. Сейчас, наверное, вам стоит призадуматься и принять решение как-то просто развиваться через интернет, хотя бы через YouTube. Это, да, небольшие деньги поначалу, но все равно это идет такая своеобразная поддержка штанов. Вот, поэтому, если все-таки заходите, захотите стать, заходите в плейлист, который называется YouTube, где-то он здесь, он вот, плейлистик YouTube, и в этом плейлисте я записываю обучающие уроки. То есть, вы смотрите этот плейлист и совершенно бесплатно обучаетесь. Вот, ничего сложного нет, было бы только, было бы только ваше желание. Поэтому, обязательно подпишитесь на канал, на вот этот, и, если вы, если вы любите готовить, ребята, залетайте на канал второй, обзорочка ТВ Кулинария. Значит, на этом канале мы с женой готовим различные вкусности, то есть, рецепты самые простые, дорогого здесь, какого-то эксклюзивного, ничего нет. Нет, рецепты для простых смертных, то есть, рецепты для нас, для простых жителей этой планеты. Вот, поэтому подписывайтесь, рецепты самые-самые простые. Здесь есть лайфхаки разные кулинарные, ну, в общем, и про ремонт немножко видео есть. Я думаю, вам понравится. Вот, допустим, смотрите видос, как закатывать банки. Мы сняли обучающее видео, за один месяц это видео набрало больше 23 тысяч просмотров. Люди пишут свои благодарности, то есть, мы доступным человеческим языком объяснили все, как это делать. Поэтому, даже если вы не любите готовить, но иногда приходится самому готовить, поэтому подпишитесь. Вдруг, допустим, вам нужна будет какая-то помощь, да, вы зайдете на любой видеоролик, посмотрите и приготовите себе еду. Ничего сложного нет, главное просто следовать нашим инструкциям. И все, поэтому, ребята, на летний период есть разные рецепты, как варить компоты, как делать консервации. На обычные, ежедневные, ну, обычные, ежедневные рецепты есть. То есть, как пожарить котлеты, как пожарить яйца, как сделать шакшуку из яиц, как сварить украинский борщ, как запечь селедку в духовке. Так, что тут еще? Самые простые варианты. Жареная картошка с тушенкой, творожно-морковные котлеты, как сварить зеленый борщ, рецепт леча. То есть, даже есть видео, как варить сардельки. Посмотрите, вот он видос, он уже набрал 7300 просмотров. То есть, люди даже подсматривают и это видео. То есть, некоторые люди не знают, как их варить. Поэтому они подсматривают этот видос и учатся варить сардельки правильно. Ребята, все, в общем, очень просто. Всем спасибо за просмотр. Возникают вопросы, пишем. И всем до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok